следующая наша презентация по настройке сетевого экрана здесь мы рассмотрим порты которые нужно будет пробрасывать поговорим тройки firewall основные моменты пару советов да как 3 sex позволит вам протестировать порты через консоль управления для чего нужна вообще настройка firewall по умолчанию firewall как бы должен блокировать входящий следовательно если же ваш провайдер начнет отправлять звук или же пытается отправить сообщение чтоб сессия была устроена эти порты должны быть у вас проброшены конечно же необходимы знания вашего firewall 3 sex иметь никак не поддерживает именно настройку самих брендов но у нас есть много примеров документации именно по настройке firewall разных брендов наши эти коллеги до создали гайды для вас вы можете ознакомиться и уже конечно же пробрасывать порты по описанию если же ваша система будет установлена за над вам необходимо конечно же это будет делать пробрасывать и порты над что такое над над будет преобразовывать ваши внутренние ip-адреса во внешние ip-адреса под будет преобразовывать именно порты внутренние во внешние и так далее в общем далее конечно же вы должны будете создать правила вашего firewall access control лист если уже скажем вас внутренней сети уже раз не несколько сетевых карт у вас находятся за вашим firewall чтобы не пробросывать трафик с одной карты на другую да также то вы должны будете настраивать в access control листах порты которые вы будете пробрасывать необходимы для ваших провайдеров которые будут находиться в разных сетях для 3cx приложений которые вы будете использовать скажем на ваших мобильных приложениях устройствах на windows пк linux пк да веб-клиенты так далее а также и вы будете использовать 3cx sbc для удаленных телефонов или же подключать несколько систем между собой хотелось бы здесь сказать что 3cx поддерживает также api v6 и вам необходимо будет также учитывать момент проброс портов точнее настройку firewall of именно для вашего api v6 а тс порты должны быть проброшены по схеме full conat что именно будет делать full conat он будет разрешать ваш входящий трафик на определенные api адреса которые вы укажете по умолчанию конечно же если вы знаете какие api адреса используют ваши провайдеры мобильные устройства где будут находиться в каких сетях вы можете это статически указали вашем фаерволе в общем вам необходимо чтоб определенные api адреса или диапазон адресов могли обращаться на определенный порт который уже далее был проброшен ваша на ваш сервер для чего это нужно для провайдеров которые будут изменять или иметь несколько api адресов внешних для домашних офисов которые дайме статические api адреса да и могут изменяться ну и конечно же мобильные устройства как мы сказали которая может быть зарегистрирована через 4g сеть провайдера может быть находиться вай-фай сети дома далее кафе и так далее api адреса будут меняться публикации портов касаемо 3 sex вы должны убедиться то внутренний порт который будет отправляться сервером до использовался также во внешнем порту отправителя именно до ваша клиента еще важный момент что порт который и api адрес который будет указан ваша sdp именно этот порт должен определять и api адрес должен будет определяться получается если вашем вашей сессии указывайте один api адрес для получения звука и аудио на именно на этот порт ваш провайдер или уже устройство конечно будет отправлять вам получается чтобы не было проблем с доставкой вас сообщения вы должны убедиться что именно ваш firewall над никак не изменяет составление пакета сип или sdp конечно же это может происходить если у вас на вашем фаерволе включена функция сип lg application layer gateway получается приложение функция рутера которая отслеживает сип пакеты да и изменяет именно содержание пакетов часто она изменяет ip адреса с внешнего на внутренние да также может изменить порт в общем искажает сам содержание пакета как результат получатель этого пакета отправит информацию на некорректный адрес и следовательно может быть много проблем с аудио и недоставку сообщений вы должны вы будете отключить как его нужно будет отключить конечно же манюал самого вендора фарула который вы используете обратиться в их не техподдержку или же посмотреть манюалах через google порты которые используются для провайдеров до для сигнализации регистрации 3 секса вашего провайдера есть будет использоваться по умолчанию порт 5060 помните мы указывали порт 5060 момент установки в общем вы должны пробросить порт 5060 по протоколу tcp и udp получается 3 секс в нашем случае да будет клиентом она будет регистрироваться на сервер вашего провайдера с портом 5060 далее аудио которое будет получать 3 секс от вашего провайдера будет в диапазоне портов от 9000 до 10999 получается сервер в момент соединения аудио с вашим провайдером будет указывать один из то вот которые указаны здесь да это от 9000 до 10999 следовательно данный диапазон портов вы должны будете пробросить на фаерволе с udp протоколом получается в этом диапазоне портов будет отправляться как факс точно также аудио видео между устройствами ну и конечно же веб клиент будет использовать один из этих диапазонов портов чтобы вы смогли скажем допустим с клиента на клиента если вы будете гореть внутренними пользователями до системы между собой скажем с видео да все это будет отправляться через технологии выбор тис вот на порты которые вы здесь указывать 9000 по 10999 какие порты будет использовать ваш туннель до ваше приложение мобильные ваши мосты или же sbc будет использоваться всего лишь два порта порт 5090 и порт 5001 порт 5090 это самый основной порт по умолчанию получается данный порт будет включать себя сигнализацию и аудио трафик и на фаерволе вы должны пробросить именно этот порт на протоколы tcp и udp давай теперь в деталях скажу что когда в общем вы включили 3cx приложение она зарегистрировалась у вас на сервер до регистрация будет идти через порт 5090 как приложение отправит сигнализацию именно на этот порт она получается инкапсулирует весь трак завернет его в один порт да и отправит его на сервер регистрация клиента будет идти через tcp канал получается в нашем случае приложение будет всегда являться клиентом она получается зарегистрируется на сервер и приложение уже будет поддерживать соединение активно до следовательно над будет на удаленном фаерволик за которым будет находиться ваше приложение всегда так сказать иметь открытый порт который будет доходить до 3cx приложения и конечно же весь трафик который будет передаваться сигнализация и аудио которая также будет инкапсулироваться да и отправляться в один через один порт уже будет идти через udp протокол следовательности кита пакеты у вас потеряются посередине это никак не повлияет на звук да и там в общем некоторые пакеты теряются ничего страшно пропал может звук у вас да дальше он появляет 3cx приложение также предусмотрено и встроена встроен момент переподключения даже если обрывается связь туннель на звонок у вас не обрывается а просто 3cx приложения и туннель переподключиться к самому серверу и соединение будет восстановлено да следовательно разговор будет продолжен все статусы присутствия да все что касается визуального момента то что вы видите через ваше 3cx приложения на все ваши контакты коллег ваших до история телефонных звонков все это будет передаваться от сервера до клиента до по порту 5001 нашем случае это https порт кстати тот же самый порт как мы горели для в доступа в консоль управления и здесь проброс портов на стороне firewall один только для tcp протокола до без tcp протокол веб-митинг веб-митинг как мы уже сказали здесь необходимо иметь открытые исходящие порты получается не входящие уходящий по входящим портам нужно иметь просто https порт получает сливу из доступ в консоль управления извне значит веб-митинг будет у вас так работать по исходящим моментом вы должны убедиться что сервер ваш сможет отправлять запросы на веб-митинге сервера до входящий порт 5001 tcp получит получается у вас уведомление о веб-митинге если кто-то скажем зашел в веб-митинг и вы как создатель данного митинга получите уведомление и сможете зайти в него далее потом из данный порт по протоколу теперь через https будут отправляться и обновляться все возможные уведомления и логотипы вашего митинга получается 3 sex отправляет запрос по https о создании митинга на веб-митинг сервера и далее веб-митинг сервера общаются через https порта все отправляются возможные апдейты на сервер удаленые телефоны которые будут регистрироваться через стан и веб-клиенты которые вы будете открывать через ваш браузер или же устанавливать плагин на ваш пк используя поддерживаемый браузер chrome chromium edge до будет использовать такие же порты как и подключение с провайдером да получается edge порты по сипу 5060 tcp udp и порт диапазон портов для аудио 9000 10999 только по udp здесь еще вдобавок идет один порт он же https порт стандартный порт по умолчанию 5001 по tcp получается авто настройка телефонов будет идти через https скажем вы установили телефон в удаленной сети да вы хотите его настроить так как отс дает вам возможность сделать это автоматически авто провизженикс так вы только должны настраивать ваши телефоны что вы делаете вы вставляете ссылку которая создается консоль управления да вы ее вставляете в телефон скажем если это делать вручную а телефон в этот делает запрос по этой ссылке на сервер в реальном времени сервер создаст конфигурационный файл для вашего телефона чтобы он смог зарегистрироваться и отправит его через https порт на телефон получается если же порт не проброшен на сервере 5001 данная настройка автоматическая не сработает у вас точно так же если же вы используете скажем fqdn нет 3 секс и дайте ваше физическое устройство ваш телефон не поддерживает данный ssl сертификат fqdn который вы используете также этот момент не сработает иметь это виду в общем веб клиент тоже самое такие же самые порты будет использовать только здесь на презентации обратите внимание мы указываем какой именно диапазон портов будет использоваться для веб-клиента да это 10500 по 10999 из-за этого мы указываем что диапазон портов 9000 по 10999 да это для всех пользователей внешних провайдеры и удаленные телефоны будет говорить по портам 9000 до 10999 и уже с этого порта отдельный диапазон будет для веб-клиентов ну вы должны конечно же пробросить именно все порты для звука так вижу вопрос один надеюсь корректно произошло ваше имя коллеги извиняюсь если неправильно подкорректируйте по sip trunk можете рассказать например у нас есть сервер 3 секс и все эти пять компаний подключаться к этому на этот сервер у каждой компании есть свой трех- или четырехзначный номер чтобы прямой звонок сделать через друг другу надо на сервере настроить sip trunk между компаниями или они без этого могут звонить получается ваша задача один подключить несколько систем между собой правильно вас понимаю да а все эти системы они не 3 секс как я понимаю правильно но если все системы 3 секс вы можете их объединить между собой через мосты по мостам мы будем говорить и на этой презентации да так что вам придется подождать что просто ему вы тут не мешали так денис порт 5001 часто есть попытки по brute force как защитить этот порт денис речь идет как я понимаю по вашему firewall и здесь как первый момент до изменить просто порт на ваш веб-сервер или же просто указать типе адреса которые могут иметь этот доступ как как вариант начать из первого укажите какой-нибудь уникальный порт имейте ввиду чтобы он не использовался да и вот используйте его сообщение в версии от с версии 16 sp8 стала доступна функция сообщений есть провайдеры которые поддерживают 3 секс и эти провайдеры могут общаться отправлять на сервер сообщения как эта система работает вообще у нас есть отдельный кластер сообщений который будет он так и называется кластер обмена сообщениями 3 секс и провайдеры указаны в листе да они тестируются на совместимость с 3 секс системой и sms провайдеры должны в общем с этим сервером в первый момент и уже далее сервер будет отправлять информацию на саму от с до что необходимо чтоб все это работало снова же используется один стандартный порт он https порт по умолчанию снова же 5001 получается на сервере чтобы у вас работал sms вы должны пробросить порт 5001 получается кластер сообщениями 3 секс отправляет https запрос на тот порт который вы указали в системе да а тс уже свою очередь будет отправлять ответ или если же необходимо отправить сообщение от сервера до через 443 tcp соединения на именно кластер сообщениями от 3 секс ну и сам провайдер напрямую конечно же общается с этим кластером следовательно никаких настроек отдельно вам не нужно будет делать говоря про кластер сообщениями 3 секс удаленные настройки мастера установки помните когда мы начали установку 3 секс на моем локальном компьютере до был момент когда открылся в браузер да и я через веб-браузер дел мастер установки так вот когда открывается веб мастер установки а тс использует порт http 5015 получается через этот порт вы можете произвести установку на случай если вы развертываете а тс где-то в облаке да или же на каком-то удаленном компьютере да они на локальном с интерфейсом скажем с windows как мой случай вам необходимо открыть данный порт на порт 5015 на tcp и в браузер прописывать http http и ip адрес именно того сервера чтобы вы смогли подключиться и продолжить мастер установки через веб-браузер да это именно открывается этот порт только в момент установки если же нет желания открывать порты как мы уже говорили вы можете через терминальную строку через терминал делать установку да и в общем все тоже меню будет в текстовом режиме вам предоставлено да как только система была установлена в консоль управления у вас будет возможность проверить ваш сетевой экран на совместимость да кстати это один из основных моментов когда у вас есть проблемы со звуком или возможностевые проблемы и 3 секс техподдержка да нам необходимо убедиться что вы хоть раз запустили и прошли успешно данный т получается у вас будет два цвета касаемо пройден статус или нет это красный зеленый у вас консоль управления если же зеленый цвет значит тест был успешно пройден если же красный цвет он либо ни разу не запускался либо же был не пройден частично или полностью да вы должны убедиться что тест пройден да и иметь ввиду что от с будут будет тестировать только udp порты получается tcp порты которые вы будете пробрасывать вы протестируете вручную другими приложениями да и так как это именно сетевой мастер сетевого экрана firewall checker делает тест только на udp имейте ввиду что также firewall checker не тестирует https порт до 5001 порт не тестируется порты будут тестироваться 60 5060 порт 5090 диапазон портов 9000 по 10 1999 на порт udp на те же самые порты 5090 5060 и 5001 вы должны убедиться и сделать тест вручную также firewall checker будет тестировать на наличие cplg в вашем firewall в общем вот так вот выглядит firewall checker если он не удался да и не прошел тест его обратите внимание да не прошел тест на 5060 full комнат 5090 и диапазон портов 9000 вот кстати картинка старая да здесь еще диапазон портов был не меньше есть у нас интересная ссылка касаемо firewall checker а как он работает изнутри кому интересно закладку пожалуйста здесь вы можете разобраться с использованием wire shark когда как работает тест firewall checker чтобы убедиться даже что никакой ошибки в нем нет рассматриваться с примерами вот по ссылке который скинул если же тест у вас не пройден вам нужно будет обратиться именно к firewall вендору если вы вы его поддержите да как администратор сети возможно это за вас дедка от другая компания в общем вы должны пробросить порты и только после этого добавлять удаленных пользователей удаленные сип транки подключение 3 секс между собой мостов и в общем все что касается удаленных регистраций вот так вот вы будет выглядеть неудавшийся частично тест где у вас был проброшен порт 5060 5090 но не пройден порт касаемо аудио медиа сервера да точнее все диапазон портов udp звука конечно же у вас регистрация в этом случае будет работать да даже если все что касается регистрации и отправки сип пакетов извне да на тс но будет проблемы со звуком если же внешне удаленный пользователь через стан или же скажем ваш провайдер будет отправлять вам звук тогда он до самого приложения от с не будет доставлен и как результат звонящий будет слышать звук который отправляет от тс а вот пользователи за тс звук от провайдера получать не будут да или вот удаленного телефона тест должен быть полностью пройденный после этого вы можете быть уверены что все у вас будет корректно касаемо звука и регистрации да еще раз повторим что мы горели проброс портов по схеме full conat когда определенный диапазон ip адресов вы указали или же всех да дальше фильтруете уже на порт после проброс портов и тестировали его firewall чекером отключили cplg ну и конечно же протестировали отдельно tcp порты пару слов про cplg детектор да как он у нас работает как он тестирует получается есть два случая непройденного теста конечно же свет это значит cplg не обнаружен обнаруженный тест это значит что он либо обнаружен cplg либо просто тез не войден если он обнаружен как это работает получается а тс отправляет контрольную сумму которая отправляется с сервера на стан сервер 3 sex если же от момента отправки этого сообщения контрольная сумма была как-то изменена значит cplg был обнаружен его нужно будет отключить второй же момент если же а тс вообще не смогла обратиться к своему серверу cplg как будет выглядеть цепь сервера lg вот у нас есть fqdn этого сервера да вы должны убедиться что соединение с этим сервером по схеме full над никак не блокируется да ну конечно же точно так же как со всеми другими серверами которые здесь в листе получать можете можете сделать ns lookup всех этих fqdn и поместить ip адреса данных серверов доверенные листы так как они являются сервера 3 sex в принципе все касаемо настройки портов коллеги пожалуйста вопросы я бы мог бы продемонстрировать самый простой момент касаемо cplg на моем локальном сервере ну как бы у меня тут порты не проброшены да но все-таки можно будет посмотреть что происходит момент когда вы запускаете данный сервис я пока что поделюсь с вами удаленным экраном так в общем сервер находится у меня на моем pk и мы попробуем запустить тест и захвате пакеты в этот момент когда тест будет запущен да давайте открою свой вайр шарк кстати у нас будет отдельная презентация это будет наша последняя презентация когда мы будем говорить по безопасности и по по трабл шутингу да мы там смотрим уже работу с вайр шарком для тех кто пока не знаком что такое вайр шарк в общем это приложение которое даст вам возможность на мониторе в общем все пакеты от второго уровня от ваших фреймов до аппликейшн лэйр до самого да именно до последнего протокола да который передаются на сам сервер в общем мы сможем посмотреть всю активность получение пакетов давайте я выберу свой ethernet адаптер он один у меня смотрит сеть и запущу пакет и запущу всю сетевую активность мы видим весь трафик как бы у меня сейчас идет соединение с веб-сервером да видим бегут пакеты udp с моего локального компьютера да на сервера веб-митинга ну и теперь я запущу проверку сетевого экрана давайте посмотрим что произойдет в первую очередь мы видим что уже мой фаерволл моей локальной сети обнаружил cplg да что он у меня включен далее обнаружился что порт 5060 не пройден порт 5090 не пройден и пошло да теперь тестируются диапазоны портов кстати обратите внимание что не все порты тестируются да частично скажем давайте остановлю в принципе этого достаточно да мы остановим захват пакетов тоже и теперь что мы можем делать давайте в первую очередь сохраню если варшарк у нас поломается упадет фаерволл тест так это его назовем сохраним на десктоп ну теперь меня конечно же интересует вот порт 5060 чтобы всего этого трафика отфильтровать данный порт я сделаю запрос на фильтр по порту udp 5060 udp порт 5060 что мы видим мы видим что идет запрос от 3 sex до моего локального компьютера до на внешний сервер какой в нашем случае стан кстати можно будет посмотреть днс днс запросы точнее это я сделала запросы да на сервера cplg и получила вот ip адреса да точно так же на стан сервера да и получила адреса которые дальше уже мы будем видеть здесь мы их пакета получается мы видим отправляется запрос от сервера в этом запросе да тез указывает что айпи адрес и порт да не изменяется но цвет далее мы видим что сервер наш стан сервер успешно ответ этот мы видим что приходит у меня корректно ответ на порт 5060 с айпи адреса на мой внешний айпи адрес на порт 5060 да с внешнего сервера 51 38 45 26 и на порт 34 78 да с этого порта и уже далее когда от с отправляет запрос на стан сервер изменяя айпи адрес указывая что айпи адрес теперь уже сет у нас и порт мы видим что ответа никакого нету мы даже не видим что пакет доходит до моего сервера до моего компьютера на котором установлен сервер получается все эти пакеты заблокировались на уровне фаервола моего так как запрос не проброшен был порты были не проброшенные скорее всего скорее всего так это работает система она отправляет запрос другого айпи адреса с другого внешнего айпи адреса на порт 5060 моего внешнего фаервола и так как запрос шел не с того адреса и этот адрес у меня был не проброшен в общем вот так и мы видим что запросы вообще не доходят до моего даже второго уровня и следовательно показывать что firewall чекер корректно работ ну с таким в общем моментом вы можете отфильтровать все другие порты 5090 же самое будет у нас история отправляется первый запрос у нас успешно идет ответ далее после четырех не ответов тест не проходит диапазон портов 9000 запрос ответ изменяется порт и айпи адрес и далее никакой активности на этот порт с внешнего айпи адреса коллеги пожалуйста вопросы коллеги если вопросов нет хотелось бы все благодарить за сегодняшний вебинар за посещение нашего бинара буду ждать всех завтра надеюсь понравилось ответили на ваши вопросы пожалуйста подписывайтесь на наш следующий вебинар хорошего дня вечера автитрисеек систему пользуйтесь задавайте вопросы мы здесь будем три недели далее вебинар у нас повторяются периодически раз в месяц через полтора месяца как бы всегда можете прийти и задавать вопросы спасибо большое вам тоже один из буду ждать всех завтра на втором нашем на второй части базового курса кстати завтра у нас будет настройка самих клиентов 3 sex настольных телефонов поговорим да по настройкам и конечно же будем отвечать на ваши вопросы все доброго до свидания все доброго до свидания все доброго